Зарисовка десятая. Нехороший номер. Привет. Это опять Антон. Надеюсь, что все вздохнули с облегчением, узнав наконец, что происходило с Миленой и что теперь с ней все в порядке. Возможно, вы сейчас рассмеетесь и скажете, мол, как же в порядке, если и она, и ее парень оборотни. Да мы тут вообще по этому поводу не паримся. Тут кого только не бывает, да еще и лес такой веселый рядом. Мы тут, как сказано в каком-то очень старом фильме, всех принимаем. Черненьких, беленьких, красненьких, хоть розовых в полосочку, хоть серых в яблочках. Пожалуйста. У нас тут и ведьмы, и призраки, и колдуны, и гости, которых мы никак определить не можем. Так что оборотни нам тоже ко двору пришлись. У Милены и Стаса теперь вполне есть время на подготовку к бракосочетанию. Опять же смеюсь, как подумаю, что оборотни в ЗАГС ходят. А вот Анфискина реакция мне что-то не понравилось. Приходит как-то очередной раз. Посидела на удивление тихо, что-то перекусила, кофе выпила, в телефоне с кем-то попереписывалась. Даже меня цеплять не стало, что вообще странно. Обычно она не может спокойно уйти, хотя бы раз не задев меня. А тут такая тихая, спокойная, даже, я бы сказал, серьезная и мрачная. Но когда она уходила, все стало ясно. Проходит мимо Милены и злобным таким полушепотом говорит. «Ну что, выкрутились? Торжествуйте! Пока!» И ушла своей фирменной походочкой. А Миленка так и застыла за стойкой администратора. Я как раз мимо пробегал и слышал все. Подхожу к Милене и говорю. «Не нравится мне это. Будь осторожна. Чует мое сердце, что не успокоится она. Эх, Антоша, спасибо на добром слове. Да только я и не думала, что она спокойно проглотит все. Так что жду подвоха», — улыбнулась Милена. «Ну смотри, если что, не молчи. Вместе подумаем, как тут быть». «Спасибо, Антон. За все спасибо», — ответила девушка. «Ты знаешь, у нас проблема возникла. Постоялец требует пустить его в девятнадцатый номер. А вот теперь, внимание, этот номер у нас на особым счету. Мы туда никого не вселяем, просто держим заперто. Раз в месяц сделаем в нем уборку. У многих уважаемых или очень старых отелей есть нехорошие номера. Так почему же мы должны быть исключением, с нашими-то особенностями? Так что ловите очередную байку». Когда рассказывал это друзьям, они сказали, что, исходя из того, что собой представляет наше заведение, нехорошим номером должен быть тринадцатый. А я ответил, что это очень стереотипное мышление. А стереотип не для нас. Поэтому у нас нехороший номер – девятнадцатый. «Когда меня взяли на работу, про этот номер еще никто ничего не знал. Дело в том, что я работаю здесь с момента основания этого отеля. Мы все пришли одновременно. Я, Марина – администратор, Настя – официантка, Лена – горничная, Люда – повар и Леша – охранник. О нем я еще не рассказывал, это отдельная история. Сейчас о другом. Так вот, перед открытием мы все вместе навели последний лоск, расставили цветы, вазочки, развесили картины, ну и всякую другую всячину, обеспечивающую уют. И тут Люда предложила впустить в каждый номер кота, ну, типа новоселье такое. Все рассмеялись и согласились. А почему бы и нет? Люда позвала котов. Вся компания во главе с Филимоном гордо и чинно зашла в отель и рассредоточилась по номерам. А мы решили устроить себе небольшой праздничный ужин. Не успев спуститься в ресторанчик, мы услышали со второго этажа странные звуки. Не то шипение, не то рычание. Вернувшись, мы застали странную картину. Коты, столпившись на пороге девятнадцатого номера, выгнув спины, дружно шипели и рычали. Шерсть на загривках поднялась дыбом. Они смотрели в открытую дверь номера, но ни один из них так и не зашел внутрь. Мы, конечно, обалдели, но выяснить тогда ничего не смогли. Видите ли, тогда наши коты еще не афишировали то, что они говорящие. Мы тогда не придали значения этому случаю, мало ли, что там коты себе надумали, они же товарищи творческие, может, запах какой-то не понравился или еще что. Но потом стали происходить и другие странности. Постояльцев поначалу было немного, и в этот номер никого не селили, он находится в самом конце коридора. Первая пожаловалась Ленка. Заселяют номера или нет, но убирать-то их все равно приходится. Вот однажды приходит она, как раз после уборки, и говорит. «Антоха, ты знаешь, я вот теперь тоже хочу стать на пороге девятнадцатого номера и зашипеть, но только не входить туда. Котам хорошо, они могут себе это позволить», — вздохнула она. «А чего так?» — не понял я. «Можешь смеяться, можешь считать меня тронутой, но с этим номером что-то не так. Там что-то обитает». «Ленка, ну ты и фантазерка!» — засмеялся я. «Давай я чайку тебе сделаю. Выпьешь, успокоишься, и все пройдет». «Ага, пройдет», — ехидно ответила Лена. «И швабра, конечно, сама найдется, и метелка для пыли, и ведро от потолка отлипнет». «Ты о чем?» — обалдел я. «Пошли, сам посмотришь», — предложила Лена. Мы поднялись в номер. Я замер, как истукан. На потолке красовалось ведро для мытья пола, под ним на полу лужа воды. Ведро будто приклеили дном к потолку. Ручка мерно раскачивалась, хотя никакого даже маломальски ветерка не было. «Ну вот, убедился?» — спросила девушка. «И что это, по-твоему?» «Понятия не имею», — ответил я. «Ладно, постой, я сбегаю за стремянкой». «Ага, прямо сейчас. Да я ни за что одна здесь не останусь». Мы вместе сходили за стремянкой. По дороге Ленка рассказала о том, что случилось в номере. Пока она смахивала пыль с мебели, услышала какой-то шорох сзади. Обернувшись, она, по ее словам, за малым не посидела. Швабра выпрыгнула из ведра, и описывала по комнате какие-то замысловатые па, будто исполняла свой ей одноизвестный танец. Лена жутко испугалась, но когда швабра приблизилась к ней, она попыталась ее схватить, та вырвалась и растворилась в воздухе. Тут же Ленка почувствовала шлепок по заду. Она взвизгнула и обернулась. Метелка для пыли, будто дразняя ее, подпрыгивала на комоде. Девушка, по ее словам, жутко разозлилась и попыталась схватить метелку. «Знаешь, Антон, мне просто захотелось ее сломать пополам!» зарычала она. «Зараза такая! Никому никогда не позволяла такие вольности по заду меня вшлепать! А тут метелка какая-то!» «Хотела схватить, а она вылетела на балкон и улетела, представляешь?» А потом ведро подскочило и прилипло к потолку, и вода из него на пол выплеснулась. «Хорошо, что ты видел, а то сказали бы, что я сумасшедшая!» Мы с Ленкой вернулись, таща с собой стремянку. Войдя в номер, мы замерли, как вкопанные. На полу аккуратно стояло ведро, наполненное водой, рядом стояла швабра. На столе лежала метелка для пыли. «Чертовщина!» прошептала Лена. Я был с ней категорически согласен. Лена попросила меня побыть с ней, пока она не закончит уборку. С тех пор она наотрез отказывается заходить в номер одна, убирается в нем только в присутствии еще кого-нибудь. Следующий звоночек прозвучал от постояльцев из соседнего номера, в котором остановилась супружеская пара, немолодые, вполне солидные люди. Утром перед отъездом женщина спросила. «А кто остановился в соседнем номере?» «Никто, номер пустой», ответила Марина, администратор. «Сейчас, наверное, пустой, поскольку там тихо, но вчера же там кто-то останавливался, просто звуки оттуда раздавались, такие, что будто стульями кидались, а потом дети по номеру бегали, потом створки оконные хлопали, смех какой-то раздавался. В общем, нормально поспать нам не удалось, хотели даже пожаловаться, но потом решили, что обойдемся берушами». Постояльцы уехали, а мы с Маринкой поднялись в девятнадцатый номер. «Батюшки, какой же там разгром!» «Стулья валяются, все ящики выдвинуты, дверцы шкафов на распашку, окна настиж, зеркало все исчеркано, будто какие-то ненормальные дети пытались на нем рисовать. Кровать разобрана, и впечатление такое, что на ней резвился бешеный слон, постельное белье разодрано, матрас продавлен. Жуть, короче. Похоже, теперь номер нуждается в ремонте и восстановлении. Для начала мы решили вынести мусор и отправились за мешками. Вернувшись, мы с Мариной изобразили из себя соляные столбы. Номер был в идеальном порядке! Но самое страшное стало происходить, когда девятнадцатый номер начал использоваться. Первых же постояльцев, вселившихся в него, мы больше не увидели. Просто утром там никого не было. Марина сокрушалась, что жильцы, видимо, просто сбежали, не заплатив. Но когда такое повторилось еще раз, мы решили организовать круглосуточное присутствие кого-нибудь в холле. Следующие постояльцы тоже исчезли. Из отеля никто не выходил. Автомобиль простоял до утра, но потом тоже бесследно исчез. Естественно, после этого номер по распоряжению хозяев заперли и больше туда никого не вселяли. И вот теперь кто-то требует вселения. С какой стати именно в этот номер? Сразу вспомнил Стивена Кинга. Может, как и у него, журналист какой-нибудь рвется судьбу испытать. Милена, а чего это он в девятнадцатый рвется? Так остальные заняты. У нас аншлаг. Но он же откуда-то узнал, что девятнадцатый свободен. — А, ты об этом. Его знакомые, оказывается, остановились в восемнадцатом. Он с ними созванивался. Вот ему и сказали, что соседний с ними номер пустует. Он теперь скандалит, требует его заселить. Я ему сказала сначала, что номер занят, так он раскричался, что знает, что номер свободен. Что делать-то? Ой, тихо, вон он идет. К стойке подошел молодой мужчина, лет тридцати пяти. Через плечо сумка, вид усталый. Понятно, что ему отдыха хочется, но не в этом же номере. Свят, свят, свят. — Ну так что с номером? Будете продолжать отказывать? — спросил он. — Вы извините, но номер был заказан. Мы не можем сдать его вам. — решил вмешаться я. Надо же было что-то придумать, чтобы отделаться от него. Но не вселять же действительно в этот номер. Хватит с нас исчезновений. Мужчина повернулся ко мне. — Вы бы хоть договорились в своих показаниях? — усмехнулся он. — Администратор только что говорила, что номер уже занят, хотя я точно знаю, что он свободен. Вы вот теперь говорите, что забронирован. Цену набиваете, что ли? — Послушайте, попытался возразить я, номер действительно забронирован. — Послушайте, молодой человек, я видел вас в баре, вы точно не администратор. Так откуда у вас такая информация? Администратор мне ее не озвучивала. — Давайте так, оплачу, сколько скажете. Просто я устал смертельно, хочу отдыха. Мы с Миленой переглянулись, я кивнул ей, мол, вселяй. Она пожала плечами, зарегистрировала постояльца, достала из сейфа ключ от девятнадцатого номера и протянула его мужчине. Он взял ключ и направился заселяться. Я пошел следом. — Послушайте, — остановил я его, — я вас вот о чем попрошу. Если вдруг вам хотя бы просто что-то покажется, покиньте номер немедленно. Я серьезно. Не думайте, что это у вас галлюцинации. Просто покиньте номер. — Вы точно решили цену своему отелю набить, — рассмеялся в ответ постоялец. — Придумали историю про дьявольский номер? Похвально. Но я смертельно устал. Я просто приму душ и лягу спать. А утром уеду. И это все. Не нужно мне рассказывать всякую сверхъестественную чушь. Я в нее не верю. — Напрасно, — ответил я. — Она в вас точно верит. Он ухмыльнулся, открыл номер и скрылся в нем. — Хотя бы не запирайтесь, — сказал я ему вслед. Я вернулся к Милене. Девушка с тревогой смотрела на меня. У меня самого на душе кошки скребут. Вот что делать с таким упрямцем? Ведь пропадет. — Слушай, Милена, я вижу единственный, более-менее нормальный вариант. Я ночью подежурю возле номера. Если что услышу, ворвусь туда. И пусть потом плохие отзывы пишет, лишь бы жив остался. Я доработал до последнего посетителя, все время тревожась, как там этот упрямец. Увидев его в ресторане, я немного успокоился. Но он поел и вернулся к себе. Было это в районе десяти вечера, а у нас еще народ в зале сидел. Милена, видя мою тревогу, то и дело поднималась наверх и прислушивалась. Потом возвращалась и успокаивала меня, что все пока в порядке. Я и сам понимал, что пока отель шумит, ничего происходить не будет. Похоже, что там начинается что-то твориться, когда все засыпает. Наконец последний посетитель ушел, а я быстро навел порядок в баре и поднялся на второй этаж. Отель готовился ко сну. Постепенно стихали звуки из номеров, погасло последнее окно, выключен последний телевизор. Я, стараясь двигаться бесшумно, принес стул и поставил его рядом с дверью девятнадцатого номера. Если сейчас этот мужик зачем-то выйдет, будет скандал. Ну и ладно, зато так мне спокойнее. Он, естественно, заперся, но я предусмотрительно взял у Милены запасной ключ. А то, если высаживать дверь, это ж грохот на весь этаж. Так ведь можно вообще клиентов распугать. Я посмотрел на часы. Час ночи. Ладно, сижу. Ну что, ребята, хреновый из меня сторож получился, честно признаюсь, потому что я уснул. Вот прямо так, сидя на стуле. Посетителей сегодня было выше крыши. Замотался я, конечно. Даже лошадиная доза кофе не помогла. Все равно уснул, прислонившись головой к двери номера. Именно это и спасло нашего гостя. Проснулся я неожиданно, будто от толчка. На самом деле, меня разбудили звуки, доносившиеся из номера, будто кто-то пытался закричать, но ему зажимали рот и еще какой-то шорох искрежет. Я вскочил, открыл дверь и ворвался в номер. Сначала я ничего не увидел в темноте, но дальше, в комнате, в окно лился лунный свет, и картинка, которую я лицезрел, мне не понравилась. Признаться, а если уж быть до конца честным, то вызвало нешуточный страх. Кровать в номере ходила ходуном. Нашего постояльца затягивала под нее какая-то сила. Он отчаянно пытался схватиться за что-нибудь руками, издавая сдавленное мычание. Да и не мудрено. На месте рта у него была просто полоска, будто кто-то склеил ему губы. Я резко щелкнул выключателем, подскочил к мужику, схватил его за руки и, что есть мочи, потянул к себе. Сначала это давалось трудно, но затем вдруг сопротивление прекратилось, я легко вытянул его из-под кровати и вытолкнул в коридор. Мы стояли, прислонясь к стене, и тяжело дышали. Я решился посмотреть на нашего постояльца. Сейчас он выглядел нормально. — Что это? — задыхаясь, спросил он. — Я ж тебе говорил, не нужно туда вселяться, — ответил я, тоже тяжело дыша. Пошли, коньяку налью, что ли. Мы с ним уселись в баре, я плеснул ему коньяка, он выпил залпом. Вот это его встряхнуло. Я налил еще. Он сделал глоток, и взгляд наконец-то прояснился. Подошла Милена и села рядом. — Ты можешь рассказать, что там случилось? — спросил я. — Будто ты не знаешь. В том-то и дело, что никто не знает. Знаем только, что творится чертовщина какая-то. Поэтому и не сдаем этот номер. Я сам не понял до конца, что произошло. Я спал, когда вдруг что-то неясное заставило меня проснуться. Прислушался и понял, что в номере кто-то есть. Я попытался зажечь лампу, но она не включилась. Мне показался топот ног, нескольких пар ног, маленьких ножек, какой-то шепот и ворчание. Я потянулся за телефоном, включил на нем фонарь и стал шарить лучом по комнате. Никого не увидел, но висящий край простыни колыхнулся, будто кто-то ринулся под кровать. Я опустился на колени и хотел посмотреть под нее, и тут что-то схватило меня за ноги, развернуло и потянуло под кровать. Я пытался закричать, но ничего не получалось. И тут прибежал ты. — Значит, вы никого не видели? — переспросила Милена. — Нет, — ответил он, но чувствовал, будто меня держат несколько маленьких рук, хотя мне могло и показаться от страха. Страху я сегодня натерпелся на многие годы. Даже за вещами своими не хочу туда возвращаться. — За вещами мы вместе сходим утром, а сейчас могу предложить комнату отдыха, вам не помешает выспаться, — сказала Милена и встала. — Ага, я сейчас вообще не усну. — Уснете, Антон сделает вам наш фирменный чай, и вы уснете. Милена подмигнула мне. Я понял, она хочет плеснуть ему в чай какое-то снадобье. Пожалуй, она права. Мужику сейчас это необходимо. Утром мы все трое поднялись в злополучный номер и ахнули. Он был чисто прибран, будто никто и не останавливался там. Сумка нашего постояльца аккуратно стояла в прихожей, тоже полностью собранная. Он пересмотрел ее. Все вещи были на месте. Мы накормили его завтраком за счет заведения и не взяли плату за номер. Он дождался своих знакомых и уехал вместе с ними. Я поднялся в номер. Оставив дверь открытой, нараспашку, я вошел и подошел к кровати. Приложив усилие, я сдвинул ее. Никаких ходов, лазеек или еще чего-то, куда можно было бы тащить человека, там, конечно, не нашлось. На полу я увидел какой-то предмет. Я нагнулся, поднял его и обалдел окончательно. У меня в руке был крошечный, черный, кожаный башмачок с золотистой пряжкой. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова